Дальнозоркость Дальнозоркость Растягивается сетчатка И поэтому у людей С близорукостью, особенно с высокой близорукостью Наиболее высокие риски Заболевания сетчаток Отслойки сетчаток И заболевания стекловидного тела То есть той оболочки, которая заполняет глаз Изнутри Очень долго окулисты пытались остановить рост близорукости Очень долго Окулисты пытались понять, почему же Глаз непосредственно растет Были выдвинуты предположения о том Что глаз растет из-за того, что он слишком сильно Перенапрягается вблизи Вот это предположение, оно в настоящий момент подтвердилось То есть люди, у которых Избыточное напряжение зрения На близком расстоянии Чтение, письмо, рисование, компьютер У таких детей, у таких подростков Глазное яблоко растет быстрее, чем положено И у них больше шансов Получить именно прогрессирующую близорукость В настоящее время существует множество методов Которые призваны остановить рост близорукости Но во всем мире Среди всех методов, которые существуют Осталось лишь несколько Это связано с тем, что во всем мире Приняты медицины доказательные То есть мы рекомендуем детям И их родителям только те методы Которые действительно исследованы И в исследованиях показана их эффективность Для стабилизации прогрессирующей близорукости Активно используются капли, которые называются атропин То есть тот атропин, который раньше мы использовали Для того, чтобы проверять рефракцию Для того, чтобы расширять зрачки И осматривать глазное дно В настоящее время он активно используется В лечебных целях для того, чтобы Стабилизировать прогрессирующую близорукость Менее эффективным оказался гель Который называется перензепин Это двухпроцентный гель Который используется два раза в день Назначается окулистами И он тоже показал свою эффективность В многоцентровом В рандомизированном клиническом исследовании Все остальные методы стабилизации Близорукости на сегодняшний момент Они не являются общепризнанными И не являются доказанными С исследованием с таким дизайном Как это положено делать К сожалению, сейчас до сих пор Можно встретить рекомендации По назначению витаминов, черники И биологически активных добавок При прогрессирующей близорукости Это не оправдано и не имеет никакого смысла В большинстве случаев Прогрессирующая близорукость У большинства детей Она прогрессирует не в катастрофических цифрах А прогрессирует в цифрах, которые предсказуемы И мы заранее можем знать В какую близорукость примерно вылезет тот или иной процесс И в большинстве случаев окулисты рекомендуют Просто ограничение зрительных нагрузок На близком расстоянии И ношение контактной Либо очковой коррекции Для того, чтобы ребенок хорошо видел То есть мы оставляем детей без лечения вообще Есть у близорукости еще такое свойство Что с возрастом, чем старше ребенок Обычно темпы близорукости замедляются И к 18-19 годам Близорукость останавливается сама по себе И обычно потом не прогрессирует Если она и прогрессирует То в редких случаях до 20-22 лет И как правило в тех цифрах Которые мы уже не можем назвать существенными Лечение близорукости мы используем только в тех случаях Когда прогрессирование близорукости идет в катастрофических темпах К счастью, такое бывает достаточно редко То есть когда близорукость прогрессирует очень быстро Или когда степень близорукости высокая При молодом возрасте ребенка То есть если ребенок молодой, а степень близорукости В первый момент, когда он попал к окулисту Уже достаточно большая И так как мы ожидаем, что с возрастом близорукость Может только прогрессировать То, соответственно, мы назначаем терапию чаще Чем это делается в других каких-то случаях Важно понимать, что при близорукости Любые действия врача, они направлены на стабилизацию процесса Нельзя ожидать от действий врача какого-то улучшения То есть близорукость это рост глазного яблока Так как глаз может расти, он не может улучшаться Соответственно, близорукость в любом случае Она может только ухудшаться, становиться все хуже, хуже и хуже То есть цифры близорукости могут вырастать В настоящее время принята полная коррекция близорукости Либо почти полная Если раньше детей коррегировали до 6-5 строчки И считалось, что такая коррекция способствует тому, что близорукость прогрессирует медленнее То сейчас окулисты придерживаются другого мнения Это мнение основано на исследованиях Хирургическое лечение близорукости возможно Но целесообразно его делать в тот момент, когда близорукость останавливает свой рост То есть когда врач уверен в том, что близорукость не будет прогрессировать после хирургии Как правило, эта хирургия заключается на настоящий момент в лазерной коррекции Достаточно хороший метод, который позволяет избавиться от близорукости полностью в большинстве случаев Профилактика близорукости заключается в первую очередь в ограничении зрительных нагрузок вблизи Чем меньше зрительных нагрузок вблизи, тем меньше шансов того, что у ребенка вырастет близорукость Но близорукость это не самая страшная болезнь на Земле И у большинства детей близорукость растет в каких-то не очень быстрых темпах, если она даже развивается И поэтому должен быть компромисс между обучением и зрением То есть нельзя жить только ради близорукости И ограничивать ребенка во всем в компьютере, в книгах, в его интересах, в его активной жизни Из-за того, что мы боимся близорукости Это неправильно и несправедливо